Сегодня в Чувашию прибыл полпред президента России в Приволжском федеральном округе. В аэропорту его встретили глава Чувашии Михаил Игнатьев, председатель республиканского парламента Юрий Попов и руководители регионов округа. Все они собрались в Чувашию для участия в работе Совета при полномочном представителе президента России в ПФО. Вопрос обсуждался очень подробно, очень серьезно, глубоко были даны поручения по пролонгации программы по переселению граждан из веткового аренда жилья, в том числе или прежде всего этот вопрос был решен по просьбам глав субъектов, в силу того, что и соотношение софинансирования, которое было предусмотрено, было далеко не в пользу субъектов. 70 на 30 предполагалось финансировать 70% за счет бюджетов субъектов федерации, только 30% софинансировал федеральный бюджет. Поэтому мне просьба какая, чтобы мы сегодня все эти реперные точки для себя подняли, посмотрели, еще что нужно сделать. Хочу сказать о том, что принятыми решениями, как уже было сказано, программу продлили на два года до 2017 года. В бюджетах предусмотрено предварительно софинансирование дополнительного из федерального бюджета по 10 миллиардов в 2016-2017 году. Еще раз, эти деньги направлены для того, чтобы снизить объем софинансирования субъектов федерации. Очень сложной проблемой, которую тоже методологически мы должны сегодня обсудить, остается для нас определение и понятие, что такое аварийное жилье, какой фонд к нему относится. До 1 января 2012 года это жилье было принято к учету. Мы понимаем, что реализуя программу до 2017 года, объем жилья, который будет фактически относиться к категории, аварийного, будет кратно возрастать. Все эти цифры у нас тоже с вами есть. И нужно нам сегодня это посчитать, понять и определиться. Поэтому набор вопросов сегодня достаточно большой. У нас Михаил Васильевич Игнатьев, глава Чувашской республики, возглавляя рабочую группу по подготовке Совета округа, подготовил доклад. Уважаемый Михаил Викторович, уважаемые коллеги, приветствую вас на Чувашской земле. Хочу поблагодарить лично вас за оказанное доверие. А также коллег, руководителей регионов и всех членов рабочей группы за активное участие в подготовке материалов к заседаниям и внесенные предложения. Значимость рассматриваемого вопроса отражена в послании президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, а также в указе президента Российской Федерации о мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступными комфортным жильем и повышении качества жилищно-коммунальных услуг. Перед органами государственной власти поставлена задача по разработке комплекса мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийных жилищного фонда. В регионах Привозка и Федерального округа общая площадь жилищного фонда, в котором проживает 29 миллионов 800 тысяч человек, составляет 702 миллиона квадратных метров или 21% от общей площади жилищного фонда Российской Федерации. На слайдах вы все это видите. В регионах округа площадь частного жилфонда составляет 88,3% от общего объема, муниципального фонда 9,7%, государственного 1,8% и иного 0,2%. Уменьшение площади муниципального и государственного жилищного фонда в регионах округа по сравнению с 2012 годом на 4% связано в основном с его приватизацией. Следующий слайд. Жилищный фонд оборудован водопроводом на 77,8%, канализацией на 71,7%, отоплением на 87,7%, горячим водоснабжением на 61,5%, газом на 85,7%. В округе расположено 618,5 тысяч многоквартирных домов общей площадью более чем 528 миллионов квадратных метров, что составляет 75% от общей площади жилищного фонда округа. Мы знаем, что у каждого региона свои особенности. Все это зависит от того, насколько в сельской местности население проживает в отдельном месте. В целях эффективного контроля состояния жилищного фонда в ряде регионов округа внедряются государственные информационные системы мониторинга с применением систем автоматизации и паспортизации многоквартирных домов. Такие системы созданы в Республике Татарстан, Удмуртской и Чувашской республиках, Нижегородской и Ульянской областях. Их внедрение позволило сформировать единый реестр многоквартирных домов, оценить потребность проведения капитального ремонта, контролировать процессы формирования программ капитального ремонта и регионального фонда капитального ремонта. Кроме того, в системе отображается информация об управляющих, ресурсоснабжающих и подрядных организациях, формируется аналитическая отчетность, разработан механизм обмена с данными системой фонда реформа жилищно-коммунального хозяйства. Подобные государственные информационные системы создаются также в Самарской области и Республике Мариел. Уважаемые участники заседания, рост аварийного жилищного фонда происходил в течение длительного периода, и на сегодняшний день переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из самых острых социально значимых проблем. С 2008 по 2012 год с использованием средств фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства осуществлялся снос домов, признанных аварийными до 1 января 2010 года. В указанные годы общий объем финансирования региональных программ составил 41,5 млрд. рублей. Из них 28,3 млрд. рублей или 68% средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, которые направлены на переселение 94 700 человек. Из 5,5 тысяч аварийных домов общей площадью 1,4 млн. кв. метров. По данным фонда, фактически переселено 91 800 человек или 97% от запланированного. Но работа продолжается и практически на 100% будет выход. Наряду с региональными программами, финансируемыми с участием средств фонда содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства, в указанный период реализовывались иные региональные и муниципальные программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, как, например, в республиках Мариел, Мордовия, Кировской, Нижегородской, Оренбургской областях и Пермском крае. Объем финансирования этих программ составил 4,7 млрд. рублей. Из них средства регионного округа 1,7 млрд. рублей, средства местных бюджетов 1,9 млрд. рублей, внебюджетные источники 1,1 млрд. рублей. Данные средства направлены на переселение 11 тысяч человек или около 4 тысяч семей. Из 387 ветхих и аварийных многоквартирных домов общей площадью более чем 226 тысяч квадратных метров. Уважаемые коллеги, была проделана большая работа, но на сегодняшний день проблемы переселения граждан, проживающих в аварийном жилфонде, продолжают оставаться в числе первостепенных. В соответствии с действующим законодательством, субъектам Российской Федерации до 1 сентября 2017 года необходимо ликвидировать все многоквартирные дома, признанные до 1 января 2019 года аварийными, при получении финансовой поддержки за счет средств фонда содействия и реформирования жилищно-коммунального хозяйства. В регионах округа предстоит снести 11 600 домов общей площадью 2,8 млн. кв. метров. в которых проживает 183 200 человек. На эти цели необходимо почти 83 млрд. рублей, и проблема финансирования мероприятий, связанных с переселением, пока остается сложной для решения. Фондом содействия реформирования жилищно-коммунального хозяйства планируется направить в регион округа около 35 млрд. рублей. Исходя из общей потребности денежных средств и лимитов данного фонда, объем софинансирования программ из консолидированных бюджетов регионов округа должен составить 48 млрд. рублей. В региональных бюджетах на эти цели предусмотрено 28,3 млрд. рублей. Таким образом, с учетом уточнения площади аварийного жилья, дефицит финансовых средств составляет 22,5 млрд. рублей, или 26% от общей потребности, из расчета переселения граждан метро-метро. Я это хочу подчеркнуть, потому что там разные вопросы возникают, как у жителей, так и толкование действия законодательства. Следующий слайд. Кроме того, на начало 2013 года в округе числилось почти 14 тысяч аварийных многоквартирных домов, общей площадью 3,7 млн кв. метров, в которых проживало более 250 тысяч человек. Между тем, в региональные программы включено только 12 тысяч домов, общей площадью 2,8 млн кв. метров. Это означает, что 27% аварийного жилья, в котором проживает более 66 тысяч человек, не вошло в упомянутые региональные программы. С учетом возникающих обязательств по переселению этих граждан, дефицит средств на ликвидацию аварийного жильфонда вырастет более чем на 30 млрд. рублей. При этом работа по уточнению площади аварийного жилищного фонда в регионах округа продолжается, и, следовательно, потребность финансовых средств на его ликвидации будет увеличиваться. Средний объем софинансирования программы из консолидированных бюджетов регионов округа составляет 58,2%. Наибольшая доля приходится на Пермский край и Республику Татарстан по 69%. Самарскую и Оренбургскую, соответственно, 68% и 67%. Наименьшая на Республике Мариел 44%, Мордовия 45,5%. Для оригинальных бюджетов это очень большая нагрузка. Существует несколько вариантов снижения доли средств сконсолидированных бюджетов регионов округа на ликвидацию аварийного жилья. Один из них – предоставление земельных участков застройщикам под строительством многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилья на безвозмездной основе, что позволит снизить стоимость строительства. Соответствующие изменения, позволяющие органы местного самоуправления делу ДЕТА, внесены в федеральное законодательство в июле текущего года. В ряде регионов Привовска и Федерального округа ведется работа по привлечению внебюджетных источников к расселению аварийного жилья. К примеру, в нашей республике со строительными организациями заключены соответствующие договора на развитие застроенной территории, в рамках которых строители взяли на себя обязательство в течение четырех лет за свой счет переселить более чем 300 человек из 17 аварийных домов. Еще одним вариантом решения снижения бюджетных затрат может стать заключение инвестиционных договоров на строительство многоквартирных домов, в соответствии с которыми часть жилых помещений будет передаваться муниципальной собственность для переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Также у регионов имеется возможность строительства жилья экономического класса на землях Федерального фонда в содействии развития жилищного строительства. В этом случае земельные участки фонда безвозмездно предоставляются листам, предложившим минимальную цену продажи жилья экономического класса, при этом начальная цена 1 квадратный метр жилого помещения при проведении аукциона должна соответствовать стоимости 1 квадратный метр жилья утверждаемым Минрегионом России. Граждане, проживающие в домах, признанных аварийными, имеют право на приобретение такого жилья. В июне текущего года в Пермском крае состоялся аукцион на земельный участок для строительства 250 квартир в двух домах общей площадью 12 тысяч квадратных метров. В третьем квартале текущего года планировалось проведение аукционов в Нижегородской и Саратовской областях, в четвертом квартале в Республике Татарстан, Удмуртской республике, Кировской, Ульянской и Саратовской областях. Рабочая группа предлагает расширить зону применения голландских аукционов и распространить ее на земельные участки, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, государственная собственность, на которой не разграничена. Для этого необходимо внести изменения в законодательство Российской Федерации, предоставив право субъектам Российской Федерации и органам местного самооборудования проводить аукционно на право заключения договоров безвозмездного срочного пользования с земельными участками, находящимися в государственной и муниципальной собственности для строительства жилья экономического класса. Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда также возможно использование арендного жилья. Рынок такого жилья формируется в Мордовии, Татарстане, Чувашии и Самарской области. Конечно, по расходной части это как бы затратная часть, но по крайней мере в основном здесь пользуются этим жильем малообеспеченные семьи и работники бюджетной сферы. В нашей республике за последние 5 лет построено 1830 квартир. Практически общий государственный жилищный фонд составляет 83,5 тысячи квадратных метров. Плата за наем в государственном жилищном фонде по сравнению с ценами, которые складываются на потребительском рынке, она дешевле или ниже 2-2,5 раза в зависимости от муниципального образования. Данный проект пользуется большим спросом у населения. Нам предстоит решить очень сложную задачу. Ее сложность усугубляется еще и тем, что прирост объемов обреченного жилищного фонда продолжается. То, что сказал Михаил Викторович в начале. В связи с этим, хотелось бы затронуть важную тему, на которую обращают пристальное внимание коллеги в своих представленных материалах. Это необходимость решения вопросов расселения не только аварийного, но и ветхого жиля. Понятие ветхий дом и аварийный дом нужно различать четко. Дом может долгие годы числиться ветхим, но так и не стать аварийным. А может оказаться аварийным, не будучи до этого ветхим. При этом в законодательстве Российской Федерации понятия ветхого дома нет. Тем не менее, оно широко используется в официальных статистических отчетах, в названиях различных региональных программ, часто упоминается в судебных актах. Социальные обязательства государства по отношению к населению, проживающему в ветхом жилищном фонде, не определены. Однако решать указанную проблему рано или поздно нам всем придется. По данным отчета, на территории Приворского федерального округа расположено более 42 тысяч ветких многоквартирных домов общей площади 7 миллионов квадратных метров, которых проживают 318,3 тысячи человек. На ликвидацию или реконструкцию ветхого жилфонда ориентировочно потребуется почти 211 миллиардов рублей. Как отмечает большинство регионов округа, ряд проблемных вопросов, выявленных в результате реализации программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, требует комплексного подхода и принятия решений на федеральном уровне. Это, в первую очередь, проблемы, связанные с расселением домов барачного типа и бывших общежитий, которых общая площадь помещения составляет от 9 до 15 квадратных метров. В соответствии с законодательством, гражданам, переселяемым из аварийного жилфонда, предоставляется равнозначное по площади жилье, но не аварийное. Не обязательно, здесь сегодня по-разному тоже толкуется, не обязательно новое, значит, построенное жилье, просто не аварийное. Однако, с учетом соблюдения строительных норм и правил, площадь предоставляемого жилого помещения значительно превышает ранее занимаемую. В этой ситуации телесообразно использовать проекты стандартного типа, учитывающие возможность изменения внутренней планировки квартир, а также проекты, предусматривающие строительство малогабаритных квартир, которые позволят, в конечном итоге, предоставлять жилые помещения, практически равнозначные, занимаемо. Уважаемые участники заседания, на сегодняшний день не все вопросы переселения граждан из аварийного жилья урегулированы. Отсутствие четких критериев признания дома аварийным приводит к различному трактованию положений действующего законодательства. К примеру, однотипные дома с одинаковым техническим состоянием в одном населенном пункте межведомственной комиссии признаются аварийными и подлежащему сносу, а в другом нет. Все зависит от субъективного мнения членов комиссии, а это создает угрозу возникновению определенных отдельных коррупционных проявлений. Необходимо также установить порядок определения выкупной цены изымаемого жилого помещения в аварийном доме подлежащим сносу. В противном случае собственники аварийного жилья имеют возможность существенно завысить цену, включив в нее стоимость принадлежащих им земельных участков, в отношении которых проведен государственный кадастровый учет. Хочу обратить внимание на тот факт, что стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемая в порядке установленным законодательством, со временем будет повышаться. В связи с этим поступило предложение предусмотрения индексации размера финансовой поддержки за счет средств фонда по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. На наш взгляд, также требует рассмотрение вопроса о возможности предоставления целевых финансовых средств, социальной выплаты, государственного жилищного сертификата собственникам жилого помещения в аварийном доме, подлежащим сносу, для которых данное жилое помещение является единственным местом жительства. Необходимо ускорить принятие нормативно-правовых актов для формирования рынка доступного арендного жилья и развития некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. В протокольном решении мы постарались учесть практически все предложения по совершенствованию законодательства по вопросам переселения граждан, высказанные регионами округа и членами рабочей группы. Уважаемые коллеги, рассматривая тема особенно актуальна и затрагивает, как правило, интересы социально незащищенных слоев населения, надеюсь, что выработанные нами предложения позволят эффективно решить задачи по ликвидации на первом этапе аварийного жилищного фонда, а затем и ветхого жилищного фонда и 572 тысячи человек смогут переселиться в благоустроенное жилье. Область большая по площади люди расселены неравномерно и, исходя из того, где это происходит, тогда и принимается решение, куда переселиться. Допустим, есть сельские районы, где двухэтажные, специально фонда, есть районы, переселение частное, индивидуальное. То есть здесь подход такой, чисто практический, исходя из местных условий. Какие меры еще можно предпринять, или государство может на самом верхнем уровне должно предпринять, чтобы решить эту проблему на уровне российских? Ну, самое главное, я же, мы сегодня говорим и будем говорить еще о том, в самом процессе софинансирования пока он очень высок для субъектов Российской Федерации. 67 субъектов и все остальное Российской Федерации. Вот это вопрос, который нас сегодня волнует больше всего. Как и везде, в таких крупных городах и рабочих поселках и в районных центрах проблемы стоят очень остро. У нас ветхий фонд занимает где-то, ну, он ветхий, аварийный. Просто аварийный это тот же самый ветхий, только поставленный на учет. Это порядка полутора миллионов квадратных метров. Это если умножить на 30 тысяч за один квадратный метр, нужны серьезные деньги, порядка 40 миллиардов рублей, чтобы это все дело привести в порядок, построить новое жилье, переселить граждан. Поэтому вместе с Российской Федерацией, вместе с муниципалитетами, региональным бюджетом, небюджетными источниками планируем сейчас эту работу на предстоящие годы. Реальная программа пока существует до 2017 года, потому что фонд продлен реформирование ЖКХ до 2017 года. А дальше будем уже рассчитывать на свои силы, на средства, которые будем зарабатывать за счет экономики. Все-таки у вас 60% да, есть информация уже, что переселены 60% домов? Ну, это, наверное, какие-то очень оптимистические данные. Почему? Все зависит от того, какой цифры считать. Потому что, ведь считают все от того, сколько на учет поставлено аварийного фонда. А муниципалитеты его не ставили на учет, потому что у них не было перспективы. сносы этого фонда. А если ты поставил на учет как аварийный, то ты тут же должен сносить, иначе через какое-то время придет прокуратура и скажет, в аварийном фонде нельзя жить. Поэтому, если считать от этой официальной цифры, да, тут можно отчитаться и награды получить и все остальное. А я объясняю, что фонд, он считается с критическим износом выше 65%. Вот такого фонда у нас полтора миллиона. Официально числится аварийного фонда 268 тысяч. А как у вас решается переселение из аварийных домов памятников архитектуры? Потому что в Нижнем Новгороде много же таких красивых зданий, которые зачислены в памятнике архитектуры. А если это памятник, то нужно думать, что с ним делать. У нас есть концепция работы с памятниками. Мы некоторые вещи делаем музеями, некоторые новоделы делаем вместо них, соблюдаем архитектурный облик. Некоторые перемещаем в музейную зону, с тем, чтобы освободить зону для нормальной застройки. Там 11 способов, каким направлением дальше идти. Поэтому к ветхости это никакого отношения не имеет. Дальше, если это для частных, что там, допустим, офис кто-то делает, он заключает охранный договор, проводит реконструкцию под себя и использует это здание. То есть, мы понимаем, как это надо делать. А работа по ветхому и аварийному, она одинакова, независимо от того, памятник, где-то или не памятник. Я думаю, что она где-то посередине списка, если мы говорим про Приложский федеральный округ. То есть, сейчас задача, которая стоит на ближайшие уже два с половиной года это посередине порядка 90 тысяч метров жилья. Это то, что нам финансируется, собственно говоря, софинансируется. Идеальным бюджетом понятно, что проблема сама больше и шире. То есть, мы понимаем, каким образом формировались списки и объемы необходимые к расселению. Понятно, что власти долгое время не были заинтересованы в том, чтобы признавать жилье ветхими аварийными, потому что, как только его признаешь, сразу возникает обязательство с расселением из-за ветхого аварийного жилья. При неизвестности источников финансирования, понятно, создавать дополнительные обязательства, заинтересованность крайне сомнительная. Поэтому, сейчас, когда хотя бы в части федеральных средств ситуация более-менее ясна, мы надеемся, что этот процесс будет идти более быстрыми темпами, и мы не ограничимся тем объемом 90 тысяч метров, по которым мы финансируем с федеральным бюджетом, но и будем увеличивать уже за счет собственных средств. Масштабную программу по ликвидации трущоб в регионах ПФО планируют завершить в самое ближайшее время. Сносу подлежат дома, которые признали аварийными до 1 января 2012 года. Список проблемных адресов огромный, 12 тысяч бараков. Некоторые были возведены еще в довоенное время. Удобства на улице, ветхие коммуникации, вечно протекающая кровля. Об этих проблемах уже скоро забудут более 180 тысяч человек. Все они дожидаются переезда в благоустроенные квартиры. Те, кто сейчас ютится в старых домах, новоселье сыграют ближайшие 4 года. Строительство нового жилья для чередников задача первостепенная. Возникают проблемы с финансированием программы. Чтобы реализовать поставленные задачи, регионам необходимо более 80 миллиардов рублей. Треть этой суммы поступит из фонда. Львиную долю свои бюджеты должны заложить регионы. Исходя из общей потребности денежных средств и лимитов данного фонда, объем софинансирования программ из консолидированных бюджетов регионов округа должен составить 48 миллиардов рублей. В региональных бюджетах на эти цели предусмотрено 28,3 миллиарда рублей. Таким образом, с учетом уточнения площади аварийного жилья, дефицит финансовых средств составляет 22,5 миллиарда рублей. Но бюджетный дефицит может возрасти до 30 миллиардов. В регионах продолжают уточнять площади аварийного жилья. Более двух тысяч бараков так и не вошли в программу, но все может измениться. В каждом субъекте проблему решают по-своему. Застройщикам предоставляют бесплатные земельные участки, с подрядчиками заключают инвестиционные договоры, развивается рынок арендного жилья. Стоимость квадратного метра, которая сейчас определяется министерством регионального развития, отличается от рыночной. Ведомстве эту цену называют абсолютно справедливой. В этот диапазон не закладывается никаких лишних расходов. Она вычитает есть поправочный коэффициент, уменьшающий на еще риэлторские вещи. Поэтому на сегодняшний день субъекты работают и в принципе по тем субъектам, где действительно есть искажение статистической отчетности, мы проводим оценку и вводим поправочный коэффициент на ту разницу в случае если возникает ошибка арифметическая при статистической отчетности. Но стоимость квадратных метров вопрос второстепенный. Необходимо решать другие проблемы. Жилье аварийное, жилье ветхое. Между этими понятиями власти проводят грань. В ближайшее время в регионах планируют провести инвентаризацию и уже потом определять объемы. На совете были приняты и другие не менее важные решения. Выработать справедливые методики, которыми руководствуется фонд жилищно-коммунального хозяйства, который софинансирует эти программы и соответственно принять все меры для того, чтобы и земельные участки, которые сегодня находятся в обороте, были использованы для этих целей как федеральные, так и в случае принятия соответствующего законопроекта региональные, муниципальные и неразграниченные, чтобы также были направлены в оборот для решения задач по расселению ветхого аварийного фонда. Надо посмотреть вопросы тех категорий граждан, кто подлежит обеспечению в первоочередном порядке, там где действительно ситуация сегодня критическая, там где есть опасность для жизни и здоровья людей, чтобы эти задачи решались в первую очередь. Предложения членов Совета в ближайшее время отправят на рассмотрение федерального центра. Они лягут в основу новых документов, регламентирующих программы расселения из-за аварийного и ветхого жилья.